Тарьон Скворад Тарьон Скворад Первая часть предчувствия глобальной заварушки, дай бог, чтобы эта заварушка не произошла, это тема войны, терроризм, все то, что негативно происходит в нашем современном мире. Вторая часть веселая, там собрано стихотворение с юмором, о друзьях, много посвящений. Третья такая алкогольная часть, я не держу великого поста, она называется, многие знают, что человек пьющий, выпивающий, и эта тема меня волнует. Четвертый раздел этой книги это нолирические стихотворения, любовь, пейзажные зарисовки, вот такие вот вещи. И пятая, это у меня была в книге «Мозг», кто имеет эту книгу, такая небольшая поэма «Храни Бог Грузию». И по совету Звяда Ратьяне, которого я ждал, и сегодня его нету, почему-то такой хороший очень поэт грузинский, с ним будет отдельный разговор. И со всеми остальными, кто сегодня не пришел. Вот, я из этой поэмы взял куски, тоже отредактировал и поставил их, наверное, это не поэзия, но это моя позиция гражданская, я хотел бы, чтобы она была зафиксирована четко. И назвал эту рубрику, этот раздел «Грузинские хроники. Репортаж для несуществующей газеты». Вот такая книга. Теперь я из всех этих частей прочитаю несколько стихотворений из каждой из этой части. Итак, предчувствие глобальной заварушки. Предчувствие глобальной заварушки в 2017 году я украду прицел от главной пушки и закопаю у себя в саду, в таком, где мандарины и инжиры, где соловьи поют и никогда, людей не строят строго по ранжиру, колонны направляя никуда. Военачальники возьмут лопаты кирки, миноискатель, ТТ, ТП, вскопают сад, сотру до дыр ботинки, и не найдя, объявят АЧБ. Да, просто их будет строгим, однозначно. Я не раскрою маленький секрет. Да, будут бить и материться смачно. Но мир у мир, вот мой приоритет. С улыбкой на глазах, такой смиренной. От монолизы Кришны и Христа Останусь в памяти у всей вселенной За тот прицел, зарытый у куста. Отхожу от презентации Громких тостов и оваций Постановочной игры, передоза мишуры И вхожу, глотнув эфир, про запас в реальный мир. Укра, Укра, Украине, как в хичкоковской картине, Тянут Крым туда-сюда. Наша точка навсегда, заявил великий Кресс И ликует Херсонес. Люди, люди, человеки, поднимите вию веки, Пусть окинет землю оком, где все раком или боком, Где рифмуется любовь, только лишь со словом кровь, Где устали наши, ваши, жить веками у бараши, Где на завтра поутру ты умрешь, и я умру. Многие знают, что я рожден в Абхазии, в городе Кварчелем. Эта тема, конечно, меня всегда волновала. Вот два стихотворения об этом. В кольцо попал. Со мной еще два брата. Никто расстаться с жизнью не спешил, И смерть ушла, а в маре без заката. Хранитель-ангел медленно кружил. Переговоры продолжались долго. В конце концов, надеясь на обмен, Хоть и до слез было обидно, только Мы все же согласились сдаться в плен. А утром в тишине нас по тропинке Конвой доставил в горное село. Там плащ стоял, шли траурные поминки. Народ на взводе. Нам и повезло. И били нас, и поливали матом. Футболили кому не лить в пыли, Как трех ягнят с доставкой прямо на дом. В деревню на заклание привели. Вдруг женщина, сидящая у гроба, В котором сын ее единственный лежит, Как пресвятая, позабыв о злобе, Сквозь лев реп толпы, чуть слышно говорит. Не троньте их, они ведь щита дети. Мой мертв, его уже не воскресить. Нет никакого смысла в лишней смерти. Пускай живут, прошу их отпустить. Нам подарили жизнь, как в доброй сказке, В горах под Гагрой, где-то высоко. О, прости нас, мать, я выдохнул абхазки. Тебе без сына будет нелегко. Это была реальная история. У меня сосед был в Танской массиве, Когда жил в Бересе. Мама, как ее организм, был в плену, И вот он рассказал эту историю. Привет, мой друг, привет, родной Сухуми. Мне утром ясно, виден берег твой, И кажется порой, что из Батуми Легко к нему притронуться рукой. Ну как ты там? Почувствовал свободу? Сейчас, надеюсь, дышится легко. Стал лучше жить, нашел себе работу. Поют в ресторанах с уликом. Ты без меня пошел, дорогой к цели. Надежде выйти в дивной высоте, Но может статься, что на самом деле Вгрутое скурса сбился в темноте. В порту твоем построят два радара И базу под большие корабли. Обычно площадку для удара, А ты молчи и жди команду «При». Мне горько от того, что стал ты местом, Для недругом придуманной игры. И как-то раз, одним непрежним шестом, Тебя отправят вновь тартарары. И вот тогда, увы, настанет время, Когда в чужом, угарном бардаке Твою утомит небольшое пление, Как щепочки на охочущих реке. Слова его, как пули били в точку, Бескомпромиссно рвали в клочья цель, Погиб в бою, хотя имел отстрочку, Снакомый мне батумский Менестрель, А я за морем, помнится публично, Особенно, когда был слишком пьян, Трепался, был знаком с убитым лично, Раскуривая у пирамид кальян. И совесть мучила, но не настолько, Что бросит все и улетит туда, Держит быть собой из чувства долга, И не сдают без боя города. Поражает порой, когда много разговоров о ветеранах, Это везде, и в России, и здесь, Наверное, на всем постсоветском пространстве, Их осталось на пальцах перечесть, И до сих пор из них, многие из них, Квартиру не получили, которую им обещали, Наверное, в 45-м году, там, после 9-го мая. Многие из них живут в нищете, Какие-то медальки им дают, и в общем. А кто там негромко поет в тишине, Слезу кулаком утирая, О славной победе в Великой войне, С культей по селу ковыляя, Тогда в 45-м закончился ад, Теперь по всем правилам рая Получит надбавку и встретит парад, Герой-победитель в сарае. Кукушка лесная, кончай куковать, Замучили старые раны, Устали жиля, каждый день умирать В неравном бою ветераны. В этой книге есть несколько стихотворений О Сирии, о террористах и так далее. Вот одно из них, Все мы помним эти события, Как пугливая мышь, Вдруг почувствовав кошку, Бутякову Париж, Занавесил окошко, Занавески плотны, Из французского драба, Снятся городу сны, А шахидки-хиджады, Поясок на бедре, Модельера Версачи, Разорвет в декабре, Мулинаруш не иначе, А старушка Шанель, Вместо черного платья В счет Парижу Шанель, Но тратаку распятия. Немного политики. Я устал слышать трех Отвратительно гадких, Захребнулся в потоки Цинизмой лжи, Уширкало фито Благородней повадки, В разделе угодий Полоцкой межи. Тяжело жить в пространстве, Испачканном кровью, Где соседствует рядом Бессилье и боль, Подпрокнившей давно Неустойчивой кровью, И при этом пытаться Играть свою роль. И такая тоска От мышиных разборок, Бесконечной возни, Что вокруг пирога, Но приходится с этим Жить рядом бок о бок, Не уйти же от Родины Снова в бега. Надрывая в диком споре К лодку, Связки обязательно порвем, Топим незаметно жизни лодку, Думая, что вроде бы плывем. Каждый грешен в шапке Манабаха, Что-то молодко гибнут корабли, Вот опять на жертвенную плаху Молодых баранов повели. Растоптать наш мир легко, Похоже, Как пустую пачку сигарет, Если некий дядя Нехороший Вдавит кнопку, То погаснет свет. Драму сочинил Ни Фридрих Шиллер, Ни Антоша Чиханте, Увы, На планете шоу Стилит триллер, Главные герои Я и вы. АПЛОДИСМЕНТЫ Жили-были, Не тужили, Как бывало в старину, Песни пели, Водку пили, Собирались на войну, Пересветы, Чегубеи, Кто за них, А кто за нас, В небо пили батареи, Там сидел и плакал спас, Слезы падали на землю, Где веревочку с плетя Перетягивала петлю На себе его дитя. АПЛОДИСМЕНТЫ Ветер воет, Брешет пес, Поезд мчится под откос, Машинист на кураже, Наплевать ему уже, На приличия и стыд, Твой врожденный индивид, На вагоны, На багаж, На всевышний арбитраж, В тряске, В лязге не взначай, Проводник предложит чай, Пейте сладенький чаек, Жуйте лагерный паек, Баю, Баюшки, Баю, Засыпайте на краю, На краю бездны, Сказочки полезны, Про врагов, Которых тьма, И что горе от ума, Про Ивана дурачка, Про шесток, Что для сверчка, Про особый трудный путь, И про то, Что в жизни суть, Не в коврижках, И не в том, Чтобы полон был твой дом, Каждый в поезде статист, Вот и прет наш машинист. Все и всех возлюбить, Это очень непросто, Крови пролито много, Как тут ни крути, От убитого Авеля До Холокоста Незаметно и быстро Сумели дойти, И закончились рифмы, А тонким бюролибром Будет, видимо, трудно Сейчас передать, Как печеву калибри Двадцатым калибром Будут снова и снова От скуки стрелять Беззащитная птаха, Частица природы, Ты не феникс которой Воскреснет опять. Улетай в те края, Где есть больше свободы, Здесь давно уже нечего Больше терять. По египетской пустыне, Где когда-то первый гид Вел народ, Там я сегодня Триста баксов взять в кредит, Метра за метром, С банкой пепси, Изнывая на жаре, Пост протоптанным маршрутом К исторической горе. На горе перед рассветом Тихо четками шурша Стал я всматриваться в небо, Напряженно чуть дыша, Бог пришел без лишней помпы, По-простому, по-людски, Джинсы фирмы Левиш Траус, Найк футболка и носки. И позволил сесть мне рядом, Несмотря на сан и чин, Профиль вылитый Джон Лену, Вот те крест, один в один. Говорили часто, не больше, Ведь турист не Моисей, С ним тогда он целый месяц Разбирал житие людей. Вроде бы все порешили, Много тысяч лет назад, Только Боже почему-то Убивает брата брат, Только голод и разруха, Ложь, разврат и воровство, И все меньше тех, кто верит В Ифлием и Рождество. Не суди туриста строго, Грошь цена моим словам, Но, как прежде, Мудит в воду провокатор Валаам. Это первая часть, Это была первая часть. Сейчас чуть-чуть повеселее. Махнув рукой на рост карьеры И прочее, затрын травой, Уйду в седые кордильеры, Чтобы расслабиться душой. Здесь в наилучшем мире месте, Через волшебные леса, От жизни серой до фиесты, И протянулась полоса. Найду огромную поляну, С травой сооружу Вигвам, Дня через три войду в Нирвану, Куря заветным фимиам. И, воспалив над облаками, Я вдруг увижу под собой И безызвестным мураками Мне машет шелтой рукой. И я спучусь, святое дело, Схоруки дернут по саке, Поговорив, поймем, что в целом Мы с ним давно на коротке. Дымок растает над Вигвамом, Японец мой едва живой, Дышит от пространства перегаром, Уйдет звериной тропой. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, вот так, Гуря, это вот... Вы поняли, наверное, о чем речь? Или не поняли? Не, ну куда? Ладно, опишите чуть позже. АПЛОДИСМЕНТЫ Все это и ночью было из стекла. Давайте я историю скажу, Как родилось это стихотворение. В сентябре, да, в сентябре Меня пригласили на такой книжный Международный форум во Львов. Вот в этом сентябре. Я летел через Киев С ночевкой в Киеве, Чтобы на следующий день Вылететь во Львов. В Киеве Меня встречал, Есть такой поэт Михаил Юдовский, Замечательный поэт, Он и художник. Он живет в Германии, Еврей, Родился на Украине, Ну, проживающий сейчас В Германии. Вот, он встречал там Со своим одноклассником На автомобиле. Он тоже пьющий человек. Со мной было 5 литров чачи. Но я их тоже был довезти До Львова, Потому что там ждали Все друзья, товарищи. Ну, одну бутылку Мы все-таки решили Тут же выпить. Это было начало первого ночи, Я как приземлился в Киеве. Мы приезжаем в отель, Отель «Турист». Ну, одно название уже понятно, Что это вот тот самый турист, Такой советский, Саудыповский отель Без кондиционера. Хорошо, что сентябрь был, То есть, Ну, как-то можно было Уснуть при открытых окнах. И мы спустились в холл. Буфет так функционировал, Но там было одно пирожное, И все. Нам объяснить, Что есть круглосуточный магазин. Мы ушли туда, Значит, Заходим в магазин, Набираем разные закуски. Татья есть. И вдруг, Там вот в Киеве, В ночном магазине, Ко мне бежит молодой человек, Ну, так лет двадцать, Чуть больше, Чуть ни на шею не бросается. Это вы, Это вы. Я думаю, Ничего себе, Ночью в Киеве, Я кто такой, Ну, Откуда могут знать, Таким образом, Что в Киеве бросались на шею. Я говорю, Да, это я, Но вы, Кого во мне видите? Ну, как же, Ну, вот тот знаменитый продюсер, Который вот с экрана не сходит, Телевизоров. Я говорю, Как ты мне сейчас обломал, Дорогой? Я говорю, Все же измечтал с детства быть продюсером, И не получилось. Я уже забыл про это думать, А ты вот взял и напомнил мне. В общем, Мы ушли оттуда закуской, Сели, Пили, Пили долго. Ну, Я и Миша пили, Остальные так присутствовали, Еще двое это было, Ну, Не пьющие. И литр мы выпили. Выпили, К четырем я попал в номер. Ну, Открыл окно, Что дышалось. И там, Оказывается, Метро. Пчутно оно круглосуточное. Я не знаю, Почему в Киеве. Но, В общем, Грохотал. Прямо под окнами метро проходит, В открытом, Вот есть же открытое метро, По земле, Которое ходит. И вот это Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. В общем, Я не заснул, Спускаюсь, Разбудил жену, Ну, В принципе, Она даже не спала. Я говорю, Пойдем, Пойдем, Сядем в буфете, Кофе попьем. Взяли мы кофе, Курить нельзя, И мы вышли на улицу, И я сижу, Значит, И присел, И смотрю, Паркинг перед отелем. И все украинские номера, Укр, Укр, Это желтая, Синяя, Желтая, Синяя. Все это и ночью Было из стекла, Аэропорт, Отель И даже лица, И чача Из бутылочки текла, И согревала в холод, Как жар птица. Хотела, Чтоб окна Выходили в сад, А не к перрону Метрополитена, Колесный стук Вибрировал фасад, И ослепляли Лампы галогена. Нет, Не тиха украинская ночь, И Днепр не чудит Про любой погоде. Джин-лампы, Напрягись и обесточь, Метро И освещение в переходе. Усну на час, И тут приснится сон, Как паночка стучится Гробом в теме. Отель-турист Пронзит мой дикий стон, И остановится На полседьмого время, И подскочу, И лифтом быстро вниз, Спущусь в буфету, Выпить чашку кофе, И успехнется Криво Дионис, Скрестив колени На хрустальном штофе. Подавилось Побывать в Брюсселе. Тоже на фестивале, Тоже с женой. Повезло жене, Что муж поведет. Толчок в бетон, А значит сели. Рулит к стоянке Плавно борт, О том, что мы уже в Брюсселе, Нам объявил второй пилот. На замке у них граница, Обидно, господа, до слез, Спеша не всматриваясь в лица, Впустили нас в столицу грез. Да, грезил, Мне хотелось пива, Таксиста, путая слова, Я вопрошал нетерпеливо, Где выпить Стелла, Артуа. Ах, да, Жена была со мною, Ее манили кружева, И было видно, Что без бою Она не сдаст свои права. Вначале было слово пива, Не кружева, Жена, поверь, Улыбки выдавив фальшиво, Мы спор лишили без потерь. Таксист, постой, Гляди, пивнушка, Уместник Пушкин был бы тут, Как там про добрую подружку, Что в глубине сибирских руд. И пили мы, И ели раков, Или креветок, Хрен один, У тех и этих одинаков, Вкус сладковатый, Сердцевин, А кружева случатся позже, И к ним с горчинкой шоколад. Ты знаешь, милая, Похоже, Тебе я больше пива рад. С этим стихотворением Я в Бельгии, В Альеже, Выиграл поэтический слэм. Это когда собираются Поэты и слушатели. И Такое голосование происходит. Выходит, выступает, У нас было человек 15 поэтов, И выступает. И зрители там, Единица, 5, Доктор по пятибалльной системе Оценят. Бумажки собираются, И в итоге зритель Присуждает место. Подкупить же, Не получится. То есть, Это все получается Совершенно спонтанно. Ну и слэм, Он такая тема, Что он, В общем-то, Эстрадное такое, И позволяет даже Некоторые такие Свободные выражения, И даже не цензурщины, Иногда. Поэтому, значит, Вот с таким стихотворением. Я тогда сочинил Два стихотворения на эту тему, И когда я прочитал первое, Там три минуты дается, Я почувствовал, Что публика, Ну не совсем заменялась. Я не собирался читать Эти стихотворения, Потом думал, Давай рискну. Я считал, Что он такой, Какой-то очень уж. Ну и рискнул, И выиграл. Кровь у меня Из смеси адской, Акцент не тот, Горбинкой нос, По зову совести Гражданской Брюсель в сухой Хапсин занес. Теперь смиритесь, Не ропщите На дикость выходок моих, И для потомков Сохраните Как ралитет Вот этот стих. Не буду лопать Круассаны И знаменитый шоколад, Есть у меня Другие планы Внедриться В местный гей-парат. Прикинусь всем, Доступной няшкой, Оденут топики С джинсы, Лосины Тонкие В обтяжку, На стринге Заменю трусы, И заманю Виляя попой В Сванетию Весь гей-парат, Там встретят С хлебом, Солью, С помпой, И будет рад И старый млад, Что там потом Случится Тайна, И лишь порой Из реки То топик Выловит случайно То стринги Наши мужики. Это было весело. Они сразу начали представлять Как я в топике И в леписах И так далее. Звонить Ну да. Звонить Они были представлены Ну а они Не, Они наслышанные, Наслышанные Наслышанные Ну а жители А город знает Готовиться к оборуду. В тот день Мы выпили немало Бутылки три А может пять Теперь гадаю Как попало Сия мадам В мою кровать Лежу Рассматриваю формы Ну так себе Не первый сорт Объем груди Был ниже нормы А талии Наоборот Плюс ко всему Храпит зараза И нервно дергает губой Надеюсь, что за ночь Ни разу Я не пожертвовал с собой Сначала помню Пили водку Затем какой-то Суррогат Уже в конце Я с рваной соткой Ушел искать Денатурат Ночь улица Фонарь аптека А дальше Хоть убей Забыл Гремела где-то Дискотека Но на танцульке Я забил Мне с выпускного Почему-то Неловко Пулками трясти Возможно Диско Это круто Пойми читатели Прости Мои натуры Недостатки Чуванливость Чопорность На бизнес И даже что Играть тут в прятки Асексуальный Аскетизм Трещит башка Как в море Лодку Меня с утра Качает хмель И все же Кто Подсунул тетку В мою невинную Постел Как много людей Просто потеряли Все Когда развалился СССР Коммунизм Не состоялся А кто-то Очень свято Верил в это И жил И дышал этим И много людей От этого Пострадало Ну вот такая Тоже Ну это Не грустная история Это все-таки Веселая Мне кажется История Известно Ген Природной Лени Впечатал Изначально В нас Но вспомнив Что товарищ Ленин Боготворил Рабочий класс Я наплевав На институты И тунеядский Жанский сброд Пошел Ни медлен Ни минуты Туда Где дел И в проворот Где варят сталь И рубят уголь Где направляют Реги вспять Где будет Свой уютный угол В общаге номер 305 И как мне вспомнить Здесь Марину Ну то что За кадрами блюла Кабы не случай С балериной Она б не сына родила Прости Прости меня Родная Теперь спустя Так много лет От вожделения Сгорая Смотрю Любой Марине Вслед Ну хватит Лирики Не стоит Тут разводить Сю-сю Ля-ля Зенон придумал Слово стоик На них и держится Земля Из стоиков Я самый стойкий Таким уж мама родила И долго я От стройки к стройке Скакал Кусая У дела Вот мост генющий Я построил Туннер Платину Тоже я Я демографию Утроил В итоге что Да никуя И жаль себя И выть охота И пью Даюсь Денатурат Миллениум Июнь-суббота Неутешительный Расклад На открытии фестиваля В Брюсселе Такой большой зал был И выступали разные артисты Кто пел Кто там Что В общем И вот вышла такая Мулатка Вся в теле Такая молодая Мулатка Вот черная Ну такая Коричневая И Вдруг начала петь На чисто русском языке Это меня удивило Я читал сейчас там Что-то джазовые композиции А там оказалась Мулатка Которая поет Романсы И знали ее Сесилия Вот не Сесилия А Сесилия И такая пышная была Это было в Брюсселе Или может Париж Которая поет Сесилия Вздымалась С каждой нотой Все выше Она пела Супрано И стреляла Глазами И безумное чувство Зарождалось Между нами А я Ерзая в кресле Посылал ей Флюиды Вместе с ними Летели Все мои Неликвиды Накопившиеся За год Нерастраченные Ласки Вдруг Сесилия Умолкла Видно лопнули Связки И рыдала В гримерке И рыдала В гримерке Кляла Все на свете Но высокое чувство Не угасло В поэте Я рванул За кулисы Светконежной Сирени И упал Пред богиней На худые колени К черту Голос Сесилия Мне достаточно Бюста И в безумных Объятиях Твоих косточек Хруста За мгновение Певица Превратила Чулету Не откажешь В ласках Молодому поэту До конца Не поверив Неожиданно Счастья Я сврывал С пышной грудой Театральные Платья И забыв про Невинность И коллег Открывотолки Отдалась Непевица Полумракий Греберки Когда я Сечал Стихотворение Я не думал Конкретно О каком-то человеке Когда я уже Написал его Я подумал Что это Наверное Можно последить Гугулике Бурье Это стихотворение Он бы женился Только вот зачем Под старость Керамикой Покрыть Стальные зубы В неделю Раз Нистого Любить Целуя На помаженные Губы Он бы Женился Только вот зачем Под старость Заводить себе Подружку Она навряд ли Превратит ВДН Заваренную Книгами Однушку Расцвела у них Сакура Или Сакура Опять Даже камерой Обскура Цвет ее Не передать Вроде схожен С розмарином Но совсем не розмарин Розоватая Перина У подножия Вершин Трески Вспычки Фотокамер Сони Кэнон Фюджи Фильм Пролетая Мимо Замер Шестиграды Серафим Красотища Неземная Это рай Не дать Не взять Токио Начало Мая Сакура Япона Мать Очень приятно Что Тарел Не эстет Понимаете Он не боится Жизненных проявлений Потому что Наши поэты В основном Заняты Самокопанием Самоуничтожением Ну вот такая Тенденция Понимаете Он жив Тем настроением Той жизнью С которой он Вроде бы И Критически К ней Относится Ну и не вступает С ней В противоречия Он понимает Всеоблимлющая жизнь Понимаете Полнокровная жизнь Понимаете Во всем Надо искать Свой отклик Находить себя И Понимаете Не заниматься Эстетством Вот такая жизнь У нас Понимаете Жизнь Не особенно Приятная Для поэзии Потому что Все лучше Должно быть Уничтожено Человеке Для этого Создаются Целые технологии Работают Работает Все против человека Ну вот такая Вещь Глобализация Мы в нее Погружены Хотим Не хотим Ну вот так Происходит Люди Потеряли Литературу Центричности Литература Не позволяет Не позволяет Им видеть Чувствовать Осознавать Литература Это то что Даже мешает Жизнь Потому что Главное Успех Главное что Ты товар Ты должен Себя продать И конечно Заработать На этом Вот Такой мир Нотарио Противопоставляет Этому Всему Самого себя Свою сущность Свою самость Понимаете Он Человек Острейших Отношений Человек Который бежал Который мог Погибнуть Понимаете Но он не погиб Он настоял Право Который В каком-то степени Завещал ему Его брат Который Ушел Абсолютный Эстетизм Понимаете Нагромождение Одних Формул К другим Других Формулах Я был знаком С ним У меня даже Книга есть Его Так что вот Ему приходилось Какой-то выбирать Свой путь Свой особый путь Познания Мира Через себя Ну вот Это очень Достойно Целостно И я думаю Что Я Мы спорили с ним Когда-то Я говорил ему Что ты Недостаточно Владеешь С стихосложением Он преодолел Он смог Понять Что если Человек Не чувствует Форму стиха Если он Растворяется В пустяках То он Тем самым Теряет Самого Себя Я пожелаю Тареллу Здоровья Выдержки И Благожелательных Людей На его пути Потому что Он человек Отклика Он может Что-то понять Почувствовать В тебе Мы почти Чуть не дрались Но все равно Это не имеет значения Да Ну как Дурались Ну Как я могу С вами Жраться Нет Ну понятно В нем Все кипело Я лучше скажу В нем Все кипело Я был дурак И молод Ну это было Четыре года Назад Да Нет В нем Все кипело Понимаете И потом Вы были Совершенно правы То что Тогда Делал Четыре года Назад Это были Смешные вещи Ну хорошо Миша Айдинов Тоже Прекрасно Помнит Это время Когда Можно было Перелопатить Сто сих И может быть Десять Можно было Что-то Опубликовать Сейчас он Более ответственно Относится К себе Более Совершенно Ответственно Я сейчас Каждое слово Анализирую Ничего Просто Это значит Человек Растет Это значит Он уважает Самого себя Уважает Свой труд Потому что Я вот Я лично Приветствую Чем он Сделал И Как я понимаю Может быть Я не прав Но для него Поэзия Стала родом Спасения Понимаете Сама Поэзия Поставила Перед ним Свои задачи И он Стал их Как-то Реализовывать Это очень Важно Потому что Чаще Поэты Вот как Как есть Так и есть Чем хуже Тем лучше Понимаете Ломают форму Не любят Традицию Ну и себя Не любят Понимаете Очень часто Так что Это реально Я думаю Что все Спасибо Дорогой Все очень Хорошее Путь Нам нечем Одно то Что Одно то Что Сверхов Приехал В Батуми И они Имели Продолжительные Разговоры Цветков Да Он ко мне Пять раз Ну вот Видишь Как хорошо Это по существу Один из Интереснейших Русских Поэтов Вы читали То что Цветков Обо мне Написал Да Конечно А что же Вы не Сказали Обществу Слух Ну вот Появилось Желание Сказать Цветков Часто Выступает На радио Свобода Значит Комментирует Очень Примечательно Конечно Он считает Ну Да Он считает Себя Достойным Своего Времени Достойный Своего Успеха Ну И вот Обмениваются Люди Не просто Так Хорошо Счастливого Здоровья Спасибо Что мы Здесь Собрались Что мы Здесь Собрались Слово Имеет Гиви Ситаролинцы Слухи Слухи Мама качи сауфру, мама качи гелапаркема. Феллип Сопирос не теряется в Романске, а к чему-то поедет за мимарский. Классик, который поедет в ясеронаре, мама качи ниприсуф, который трайкарар. Мама качи, ах, а мы с лекциями. Холкан мама качи. Качи Роменец. В 60-ти тавис хмитац. Ай, шеха мебулия, мы си поедет, а мы си хмал. Сама мебели, отреки. Суферия тащури шум швенен аиси полития. Гресру Заля, нищуя татары, и она optimistic, что нища, нища. Заляц, нища, нища, нища. Заляц, нища неспоедит. Нища, 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 Роменец. Ара береги, икита нарарий, цида. Тели цхорема Гайяра, ам кацма. Аманисто цхорем и ты цхорема. Что такое романе, что такоеASH о дагестном виде? 6 бульдигам из-хатагам. И это ЦХОРЭБТАНННО. Наразал товари. ЭМ ЦХОРЭБТА НХАРАНННО. Два цела на ВИЦІИЯ. Два цела на гугу¬лим, два витву и митцо. Гас на то, что это? ЭМ ЦХОРЭБТАННО, han был к było 70% и баллу, но уже цела. Да, его и не значит что. Ээ� за мне качи замечательная часть, зачем эти романы? Бывает мне людей, чем без ребра. Это фигня. ПОЗЕЛАНКО ПОЗЕЛАНСКО 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 Его революцией очень давно зашли, замешивались, и выросли, и выросли его, кто такой, кто такой. Человек на этом – выросли, и мы все еще раз, а выросли его все, и выросли, что вас не суббит. Но яmath прочитаю. Ответ по его камень на ученые, что она собираясь вам в улиткохождение, у меня все это. Вот они, в общем, и по-своему, здесь, такая... Молочки, а еще одразу кое-как это было, ускореро за это было, и я все, куда смогуalnız science-пределить. Шир doesn't так, кто хочет сказать, что у меня оказалось нечто, и через все. Немного спасибо Михаил. Большое спасибо. Вам огромное спасибо, что вы пришли. Я рад вас здесь всех видеть. Многих знаю и рад новым знакомствам. Я продолжу чтение с вашего позволения. Ну и вот, это вот час третье. Я не держу великого поста. Это то, что здесь вот такие иллюстрации еще и снова. И четвертостейшие в начале каждой рубрики. Ну вот. Я буду петь до поздней ночи водку в каком-то второсортном кабаке. И под конец сорвав с души обертку, пущу ее по залу налегке. От столика до столика ногая. Она пойдет не брезгую ничем, наивно, как ребенок, полагая, что так вот и уходят от проблем. А ты сейчас свой миллионный крестик наносишь, вышивая мне Христа. Налейте-ка на пассажок же двести. Я не держу великого поста. АПЛОДИСМЕНТЫ У закрытого центра культуры, поздней ночью согрев себе чатей, Представители литературы рассуждали о жизни собачьей. То есть собственной, без гонорара, но с долгами и кучей вопросов. На перу царя Валтасара их не встретишь из всяких отбросов. Им-то в общем немного и надо. Водки горько это баночку кильки, и сверкает для них Эльдурада, Метяковни разбитой копилки. И сверкает для них Эльдурада, Метяковни с разбитой копилки. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Он шагнул на улицу, он уже подрос. Банка джина с тоником, пачка папирос. Подворотни темные, лавочки в саду, и в кармане ножичек на свою беду. Дома все нормально, рай для алкашей, где гоняет папочка мамочку в зашей. А в соседней комнате старшая сестра Снова кувыркается с кем-то до утра. В общем, жизнь обычная, все как у людей, Крики-драки пьяные между этажей. Маму очень жалко, без отцу в ребро. Вот и пригодилось острое перо. В лагеря этапами на пятнадцать лет. Немудренно простенький, в принципе, сюжет. Тут и там случается городское дно. Занавеска рваная, грязное окно. Все радует меня в подлунном мире. И водки вкус, и без нее тоска, И то, что дважды два, всегда четыре, И родинка любимой у виска. Я персонаж по городу известный, Меня на помп так просто возьмешь. И даже Лева, положенец местный, Ко мне без стука не бывает вхож. Везет по жизни, хоть возьми да тресни. И зависти ко мне, но только друг, Не приведи, Господь, на красной пресне, В пресхате оказаться как-то вдруг. На фоне том трагедии Шекспира Покажутся смешными и тогда. Поверь, бродяги, недостатки мира Забудешь безо всякого труда. Ну, как-то так, попытка между делом Колоду карт раскинуть по мастям. Так на доске писать нас учат мелом, А может, ну его, учителей к чертям. Позапрошлым летом я был на Байкале, Тоже на большом международном фестивале Поэтическом. Там был такой очень звездный состав Приглашенных людей. И вот каким-то образом среди этих звезд Бахыт был ваш покорный слуга, оказался. Там был Бахыт Кенжиев, Там была Вероника Долина, Александр Еременко. Ну, в общем, солидная компания. И Бахыт, он тоже любит выпить. Я вообще редко встречаю, Не встречал поэтов, которые не пьют. Ну, один-два, возможно. И нас повезли из Иркутска в Ангарск. И там вот привезите на такое же помещение, Наверное, длиннее было. И нас люди ждали. А что-то нам, видимо, мы опоздали, Там этот автобус или что-то такое. В общем, нас долго ждали. Старушке как-то плохо стало. В конце которого начались чтения. А Бахыт, ну, в общем, я похмелье не знаю. Я могу не похмеляться, Мне не ломает, грубо говоря. А это постоянно. И сразу автобус, он не успел обохмелиться, И привезти в Ангарск, это чтение, все такое. Но он классик, там, живой классик. Его все знают. А ему плохо. А все это дело организовал батюшка Владимир, Настоятель Свято-Троицкого монастыря. Он вот выставил в Ангарске. Ак прекрасный. И он, Бахыт, ему знал. А он его, значит, знает, этот настоятель Бахыта, Там любит его уже десятки лет. Цитирует его. Такой блоком, Андрюштама читает. Незут Пастернак, а такой вот батюшка был. И Бахыт ему говорит, слушай, ну как день? Ну, подожди, все будет, все будет в ресторан. Ну, пока ресторан. В общем, чтение закончилось. Ну, давайте в ресторан, Бахыт. А батюшка говорит, давайте сначала в храм заедем. Я вам покажу, какой храм построили. Ну, не откажешь, батюшка, едем в храм. А это вот просто колотит. И заходим, значит, в храм. Женщины, вот, Вероника Долина, Лена Игнатова, Петербургская, очень сильная бывает, вот такой, тоже в годах женщина. И он говорит там, дамы, вам, говорит, в алтарь нельзя, говорит, а я мужчинам покажу алтарь. И женщина посадила на скамеечку, она завела в алтарь, и у него там кагор, значит, вот этот церковный. И Бахыт прямо с гордостью, значит, дал этого кагора и полегчало, и он ожил. Ну, вот об этом стихотворении. Аналей ко мне, батюшка, чашу кагора, ты же видишь, как руки от горькой дрожат. Отдохну тут немного в прохладе собора и продолжу свой путь, укрепившись сто крат. Не читай мне псалмы, почитай Мандельштама, и поэзия лечит нам душу порой. Я тут слышал недавно, что их Далай-Лама с головой окунулся в наш век золотой. Сладокместный кагор вроде как полегчало, а синиже крестом мне, пожалуй, пора. Свято-Троицкий храм где-то рядом с Байкалом похмелюсь и расставлю, точнее, вектора. Зацепившись на самом краю, там, где жизнь завершается точкой, здесь и все, я себя не убью. В одиночке тюремной заточкой, ворон черный лети стороной, песнь песцепной перестань быть тосклива. Рано, батюшка, заупокой, мне читать псалмы торопливо, но тот свет я уже не спешу. Хоть и ангела вижу на крыше, улетай, ты же видишь, дышу, значит, срок мой пока что не вышел. Время наше непростое, но и мы простаки. Кое-кто еще в застое заточил себе клыки. Два нестрельных макара, да потопный паровоз, контрабанда этого шахара в девяностые завез. Может, это не былица, пустозвонная молва, как шерстила по столице разношастная братва. Рвали, крали, крышевали, в общем, кто на что гораст, поколение без морали, человеческий балласт. И на фоне тех, кто сгинул, утешительный финал, лишь наколкой давит спину краснопресненский цитрал. И поехал состав, покатился. Из тепла на большие снега, в те края, где народ уже спился, где законы диктует тайга, там собак забивают на мясо, а из шкура краят воротник, и тройной местоводочки, квася, загоняют сознание в тупик. От отсека к отсеку плацкарта шулер носится, как заводной. Фраер сядет, сразится с ним в карты и продует свой крест золотой. А у тамбура кто-то на драку, лезет лишь заводярый глоток, и метелит уже бедолагу пара кирзовых шанских сапог. Чит за поезд распахнуты двери, волокут его выкинут в ночь, здесь никто не заметит потери, человеку бы надо помочь. Помогли, оттащили, разняли, успокоился пьяный вагон, за огном огонечки мелькали, проводник продавал самогон. Теряю, черт возьми, теряю, уходят в мир иной друзья, и с грустью в сердце понимаю, что скоро очередь моя. Похороним свою надежду и верим в выходе ином, мы заблудились где-то между бутылок с водкой и вином. Вот пожелтела от цирроза, уже и пьяная луна, мы по весне сажали розы, а вырастала пелена. Опять сегодня на поминки, опять прошальные цветы, опять на донышке бутылки убежу черные кресты. Помолюсь, авось отпустит, хоть на время это боль, а в графе грехи допустим, вместо ста поставят ноль. Дело сделано, все чисто, оперением шурша, вся сверкающего чисто, воспалит моя душа, взглянет сверху полубогом. Человечики снуют, кто-то грудью, кто-то боком, пробивает свой маршрут, а маршрут у всех витоки, хоть извились, но один по истоптанной дороге под небесный карантин. Там всех быстро отфильтруют, разобьют на счет-ничет, по коробкам упакуют и поставят на учет. Регистрация навеки, слева ата, справа рай, просто все, без подополеки. Человечик, выбирай, помолился, ну и ладно, Бог не выдаст, черт не съест. И хоть это так нагладно, до конца неси свой крест. Браво, браво, браво. Браво. Ну, у меня лирика тоже не совсем лирика. Ну, в общем, что есть, то есть. Когда Господь в невиданные дали торжественно однажды призовет, уйду спокойно, тихо, без печали, за свой последний в жизни поворот. И там в пространстве безупречно белом, в сиянии со всеми иных светил, я вдруг пойму, случайно, между делом, что до сих пор как будто и не жил. АПЛОДИСМЕНТЫ Смотрю в немытое окно на старый двор, где в домино играют сутки на прилет из года в год, куда приснал, пригнал свой Мерседес за двадцать штук дворовый крест из Амстердама через Кельн на белый клён взобрались местные коты ночной чернее темноты. Соседка в тазике своё несёт развешивать бельё. Через весь квадратный двор спитут немыслимый узор без галтера, носки, трусы, штаны из бедствующей джинсы и крик капризный малыша, такой, что звон стоит в ушах, а дворник, что с похмелья злой, по нервам шаркает метлой. Уже давно немыто пыльное окно, сегодня надо бы помыть и дальше жить. Браво, 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 браво. Расскажи мне беседка бульварная с лёгкой гроздью в прокуренном голосе про свой город, где улица главная, переулочек лишь в мегаполисе, где вдыхают приезжие лапочки, сладкопритерный запах магнолии, мама с папой тогда им до лампочки, институты работа тем более, и про то, как причалив на лодочках, закрепив канаты швартовые, отправлялись известной походочкой, пивзаводу ребята портовые, разливная ставритка копченая, за копейки считай, что бесплатная, а в кармане колода крабленая, и мелодия в парке странная, нашей памяти юность бедовая, будоражит беседку бульварную, и ту первую куртку джинсовую, вспоминает как вещь антикварную. Я купил себе землю, не планету, конечно, а на склонном море небольшой уголок, где растут мандарины, уже целую вечность в изумрудной листве яркой охры мазок. Их так много, что ветки опустились в поклоне, словно просят устало с них ношу сорвать. Позову всех друзей и по горному склону соберем, что природа решила нам дать. Поделили по совести, каждый доволен, только их еще много, собирай не собрать, нам достаточно, хватит, куда еще более. И ту вспомнил, как раньше, за горы послать, в города и деревни, где мороз и метели, там приятно всем будет посылочку вскрыть, и на стол новогодний, похоже из белых, с колодцом где-то рядышком вазу сложить, созвониться в 12, поздравления улыбки, как обычно бывало, но только вот жаль, что сегодня отсюда нет даже открытки, не отправить, увы, вашу снежную даль. Все ярче и быстрей мелькают лица наркозом отурманенной башке, и непонятно, я или же сниться, что Гамлета играет в драм-кружке, в финале все исчезнет, и палата пришли койки с серым потолком, и кажется, чтоб точка невозврата уже подвел небесный правдок. Не хватает какой-то там справки или штампа на рваном листке, две рубашки коньяк в виде взятки, томик блока, лечу налегке, в город где я затравленным волком, жил когда-то, считая гроши, день за днем двадцать лет, но вот только до сих пор не подбил барыши, и отсюда удушливым летом, перетухло, перепутав рассвет и закат, засыпая в кровати валетом, буду рваться скорее назад, пса оставил, не мог я иначе, позаботиться взялись друзья, он оглохший уже и незрячий, улетел я, конечно же, зря, и вот умер вчера рано утром, а ведь явно дождаться хотел, и теперь настроение мутно, мне поверьте, совсем не до делу, жизнь паскуда, себя ненавижу, справки штампы, теперь ни к чему, я сегодня намного стал ближе к небесам, ну а значит к нему. Ностальгическая Разливное пиво раки На похмелье самый смак, где бы взять взаймы гуляки до получки четвертак цвета мартовской сирени с хрустом новенький дензнак, где тесненный в профиль Ленин гарантирует кабак, подплыву варяжно к стойке, арарата закажу, только после третьей стопки кислой только и закушу, тонкорезанный лимончик, теплой Грузии привет, триста грамм всего червончик, и похмелья больше нет, эксавдепия родная, утопический ирок, лязг ушедшего трамвая, перевернутый листок. где-то под Москвою в сером захолустье, на глухой окраине вот уж много лет дед живет в хрущевке задушевно вкусный, приносящий в серость хоть какой-то цвет, эх, судьба поэта, грустно, одиноко, словари до книжки, чай и валидол, но бывает ночью, к деду лежебоги, муза забегает вымыть грязный пол, приберется в доме, на диван присядет, и уже к рассвету выдаст новый стих, дед приободрится при таком раскладе, как не выпить с дамой шкалик на двоих, прочь для застолья невеселый повод, пятый день куда-то подевался кот, то ли сдох в подвале, то ли смылся в город, вот такие право дела, вот такие вот. Жизнь мелькая, чередой мгновений, как-нибудь оставит посреди поле бесконечных сновидений, где мерцает что-то впереди, то ли отплеск вожделенной рая, то ли просто свет ночной звезды и замрешь беспомощно у края спаханной по небу борозды. Неизвестно, как сложится дальше, уготовлено что впереди, сколько лет не по листьям упавшим, с легкой грустью в кончине идти, и не надо, и знать не хочу я, все страницы судьбы наперед, только пес вот, только пес видно, что-то почуя, забывает везде у ворот. Мне хорошо с тобою жить, и просыпаясь утром каждым, хочу судьбу благодарить за то, что встретились однажды, тебе взрослеть, а мне стареть, уйду я раньше, дорогая, но если жизнь на небе есть, я буду ждать в воротах рая, возьму за руку, поведу, через таинственную млечность, там не крадут, я украду, нам на двоих билетах вечности. Чужая женщина за столиком напротив, весь вечер хищно смотрит мне в глаза, наверное, она совсем не против, и я обеими ругами за. Нас не представили друг другу, это точно, да и к чему сегодня имена связь не любовь, она всегда порочна, но нам нужна шальная новизна, а утром разбежимся, не прощаясь, и вряд ли встретимся еще хотя бы раз, смешно сказать, но в памяти остались, разлесить цвет ее блудливых глаз. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И последнее. Ну, тут-то вроде как. Пространство тонет в сигаретном дыме, под потолком пульсирует мигрень, здесь женщина в одном и том же гриме, неделю ищет собственную тень, великают кадры фильма на экране, мой штук пригреен накрепко к руке, она читала много о нервании, но находила счастье в коньяке. Я, пожалуй, на этом закончу чтение вот таким стихотворением. Написано в самолете Париж-Тбилиси Хорошо, черт возьми, моя милая Мурка, что в мои пятьдесят с малым хвостиком лет из меня получился не лагерный урка, а какой-никакой местечковый поэт. И теперь вот из только что изданной книжки я стихи по пивнушкам читаю в порту. Только знаешь, муренок, запретки и вышки до сих пор часто снятся. В холодном боту подскочу среди ночи и долго еще я не могу разобраться с похмелья никак. Это я так страдаю сейчас перепоя или в коме мотаю опять четвертаг. Спасибо большое. Браво, 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 браво. Добрый вечер всем. Я хочу извериться за то, что я нарушаю сейчас вашу радость переодеться, встать, поразмяем ноги и так далее. Но я должен пару слов все-таки сказать. И не могу не сказать, потому что вопрос касается темы стабильности. Вот мы ознакомились с Тарелом через его поэзию. В начале были его стихи, а потом мы уже подружились. Я не мог не уважать его, несмотря на то, что у меня есть такая формула, чем гениальнее человек, тем очень часто у него бывает более паршивый характер. Здесь у нас в соответствии стихотворений тех, которые переживут можно сказать столетия переживут. Это не громкое слово, а это слово базируется на том, что если когда-нибудь кто-нибудь захочет узнать, какое было время, о чем люди думали, как они думали и как они воспринимали этот мир, то узнать они узнают это больше, чем от историков, они узнают это больше по поэзии Тарелла. Вот Гиви правильно сказал, что в нем чувствуется мужская душа. И эта душа, ну вот кто остался в России, в памяти российской, да, в последнее время, Шукшин, Высоцкий, потому что были мужики и здесь в хорошем смысле мы понимаем это слово. вот Тарелла останется не только потому, что он мужик, а вот через эту вроде бы несложную лексику проступает дальновидец, провидец, историк, летописец и он о очень глубоких, философско-глубоких вещах он говорит очень этим простым языком. Поэтому эта поэзия его и всех нас переживет и будет очень долго долго жить. Поэтому я ему пожелаю, чтобы он как Ниагарский водопад не останавливался, пускай еще много пишет, потому что все это останется, что-то отшлифуется, но повторяю, самое главное в отличие от тех поэтов, которых он очень многих любит и его многие любят и вы вот сейчас многих знаете и любите здесь такая интеллигентная публика, но вот есть вещи, которые неожиданно для нас становятся чуть ли не вечностью. Вот в его стихах вот есть это бессмертие. С чем я его и поздравляю. спасибо. 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 ! Спасибо.